Приветствую всех, здорово! Вы на канале Инкогнито Пикчерса, это уже шестой выпуск Кинодайджеста на предстоящие мировые кинопремьеры неделей. Да кому вообще это надо? И по этому поводу у меня для вас хорошая новость. На днях я был в кинотеатре и у меня состоялся довольно-таки занимательный разговор с одной женщиной. Смотрю я, короче, фильм, никого не трогаю, и тут она мне заявляет. Молодой человек. Застегните-то вы, пожалуйста, свою ширинку. Я такой наизмене. Что? Что? Говорю ей. Как вы заметили, темно же, фильм идет. Что такое? И она мне знаете, что заявила? По запаху, молодой человек. По запаху. Капец. Необычный ты паренек. Не стыда, не совести. Ну а ты поставь лайк этому видосу, ну хотя бы за то, что видеоряд не передает запахи, а? Подпишись, конечно же, на канал, репости этот видос своим корешам. И, конечно же, досмотри его до конца. Ты узнаешь. Что делать, если в твоем доме многие десятилетия поселился какой-то красный мужик из потустороннего мира? Смотри, не обозрись! Ну а что способен Джеки Чан, если дать ему в партнеры бывшего рестлера? Как выжить при зомби-апокалипсисе, если ты находишься в Алькатрасе на острове? Определенно после этого нам понадобится отпуск. Обидель зла остров смерти. Хе, полные ебанашки. И что делать спецагенту, когда его срок подходит пенсии, а число людей, которым он поднасрал, превышает всевозможные лимиты? Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть первая. Ну не будем валять этого... Ваньку! Да что тут происходит? И посмотрим, что же они там нам наснимали. Понеслась. Фильмы говоришь? Ха! Пятого июля. Ожидаем мировую премьеру мистического ужастика совместного производства Канады и США под названием Астрал-5. Красная дверь. ПАМ! Хе-хе. Пошел нахер. Срежиссировал фильм Патрик Уилсон, который исполняет главную роль. Блин, видать, чувак заколебался сниматься в этом дерьме и решил заработать на этом еще и бабок. Поднимайте нехилые бабки. Дела идут. Прям за***лись. А вот на главных ролях отметились сам Патрик Уилсон в главной роли и Роуз Бирн. Ну, конечно же, и мужик с красной мордой из потустороннего мира. Как его там звать, я даже хрен его знаю. Блин, дичь. Да кто он такой? События развернутся спустя 10 лет с предыдущей части, а в центре внимания опять окажется семейство Ламбертов, которых все так же будет терроризировать мужик с красной мордой и, походу, с потусторонними наклонностями. На протяжении этих 10 лет наш главный герой пытался психологически излечиться после контакта с этой красномордой хренью. Его сынок, тот самый малолетний дебил, который был удостоен чести первым узреть красномордае чудовище, теперь уже довольно-таки зрелый подросток. Но кукуха его не излечилась и он все так же видит всякое. Ну и конечно же, собрав все силы в кулак, наши главные герои смогут одолеть неизвестную хренатень. Ух! Подставляй пердак под раздачу! И тут на ум приходит анекдот, в котором сын с отцом купили дом, приехали в него жить, уже живут, поживают. Эй, счастье, любовь, вся фигня. И тут в один из дней сынок подбегает к отцу и говорит, папа, папа, давай уедем отсюда. Что? Что случилось, сынок? Что за паника, а? Сынок говорит такой, мне служанка сказала, что тут возятся привидения. Папаша на измене такой, я, я, как, что? Все, валим отсюда. Сын в афиге, батя поверил, такой, не френасе. А батя урет, как пришпаренный. У нас нет служанки! Псих, не обращайте внимания, смотри до конца. Я боялась говорить тебе правду. 6 июля ожидаем мировую премьеру приключенческого, комедийного, триллернутого боевика совместного производства Китая и США под названием «Круче некуда». Я его слепила из того, что было. Именно так может сказать режиссер этого фильма Скотт Вон, среди знаковых работ которого стоит выделить «Нитфос Пиджаж до скорости». И «Неудержимые 4». И чтец, и жнец, и на дуде игрец. А вот на главных ролях отметились Йохан Филипп Асбек, Джеки Чан и Джон Сина. Ты втираешь мне какую-то дик. Это невозможно. Успех нам гарантирован. Сюжет нас забросит в недалекое будущее, где еще не всю нефть выкачали из багдадских месторождений злобные капиталюги, а местные все пытаются ерепениться. И вот получается по сюжету, что двух спецагентов на пенсии, Джон Сина и Джеки Чана, отправляют по какой-то багдадской дороге спасти каких-то нормисов, которых мы вообще похер на них... Господи, этот сценарий будто писали краснозадые мартышки. Верно? Какая хрень. Хоть это и боевик, но в фильме да хрена всяких шутек, но это же так смешно. Страдания людей, занес борьба. Капитализм. Счастье. Задолбали. Баран. Ну, конечно же, наши пенсионеры все разрулят. Ну, как пидать. Украсив все это всякими шутейками, мемными ситуациями. Я в порядке. Ты в порядке? Сейчас же, слезь с меня. Ладно. Нескось. И на фоне данного фильма мне вспомнился довольно-таки занятный факт, что когда американский солдат идет в атаку, он ничего не боится. Знаете почему? Потому что он застрахован. А вот когда русский солдат идет в атаку, то никто не застрахован. Что ж, разрулим все по старинке. Мы шума и пыли. 7 июля ожидаем мировую премьеру боевикового мультфильма ужастика японского производства под названием Обитель Зла, Остров Смерти. Собрал в одну кучку под названием хоть как-то связанный сюжет, какой-то вообще никому не ужасный чувак Эйчиро Хасуми. А вот на главных ролях отметились такие же ноунеймы, поэтому мы ничего не потеряли. По сюжету мы попадаем в 2015 год, сразу же после событий игры Обитель Зла 6, где Крис Рэдфилд расследует вспышку зомби-апокалипсиса в Сан-Франциско. А тем временем Леон Кеннеди спасает какого-то ученого Антонио Тейлора от похищения и замучивается какой-то нездоровый экшон, который в итоге приводит нас в тюрьму Алькатрас. От рисовки меня не отпускало чувство кринжа, потому что думал, что это какая-то скомпонованная хрень из анимационных вставок в игре. Но за счет хорошего сценария мульт смотрится на одном дыхании. Особенно он подойдет любителям серии игр. И вы знаете, еще раз задумавшись о зомби-апокалипсисе, я задался вопросом, ведь всех людей, как правило, хоронят в довольно-таки презентабельном виде. Пиджак, там, рубашка, все, галстук, туфельки. И когда начнется реальный зомби-апокалипсис, это будет довольно-таки солидное мероприятие. Ну, на такие темы не шутят, но я шучу. Смотри до конца. Все кончено, мудила. О, да. 12 июля ожидаем очередной приключенческий триллер «Нутый боевик» производства США под названием «Миссия Негутонима. Смертельная расплата. Часть 1». Скампоновал в довольно-таки неплохую болванку очередные каскадерские потуги Тома Кукуруза, Кристофер Куори, среди знаковых работ которого стоит выделить «Джекфери Интерт», «Миссия Невыполнима 5», «Миссия Невыполнима 6» и две части «Миссии Невыполнима 7». «Мужик, реально Крусбой». А на главных ролях отметились «Ребекка Фергюсон» и «Том Кукуруз». «Крус, Крус, ну вы поняли». Ну вот кто бы мог подумать, что в очередной раз самому ценному и опытному сотруднику ЦРУ Итану Ханту опять придется с каким-то мудаком играться и добиваться своих целей. Складывается такое впечатление, что они там в очередь к нему стоят по уровню, короче, самые слабенькие в первых частях и сейчас самый вот стопудово самый отбитый чувак будет. Вот и ну капец как дождался очереди. «Да брось ты, все логично». «Парень уже не знает мер». Фильм не изменяет своим трендам и постоянная динамика событий, экшен не дадут нам заскучать на протяжении всего просмотра. «Том Крус, как всегда, выполняет все трюки самостоятельно, хотя дедушке уже прилично лет». «Я с этим не согласен». И я думаю, если бы была российская адаптация миссии невыполнима, то Том Крус не путешествовал бы по разным мирам, гоняясь за всякими злыднями, а для начала попробовал бы пройти хотя бы паспортный стол, где то запятая не там, то буква не так написана, то справку с БТИ не припер, то прописки нету. Короче, я думаю, закопался бы по самые уши. Ну вот, в принципе, и все, что хотелось бы сказать про предстоящие мировые кинопремьеры недели. От вас жду, прям не могу, лайков под этим видео, подписывайся на канал, будет еще много ржачных разборов, много рубрик, делись с друзьями, чтобы как можно больше народу увидело этот видос. В принципе, все новинки исследовал, я же с вами не прощаюсь, но покедово. Фильмы говоришь? Ха!